Суток всем. Хочу посмотреть ситуацию в районе Лимана. Мне это очень все не нравится. Поэтому взяла особую колоду. Перейдем, так скажем, на другой уровень просмотра ситуации. Что нам расскажут карты об этой очень сложной ситуации в Лимане. Итак, Лиман. Я так понимаю, что в СУ шли к цели, а они к этой цели пришли. То есть город, где достигнута цель. Достигнут успех, достигнута цель. Что происходит на данный момент в городе. Ну, празднуют, да. Празднуют. И Зеленский, конечно, радуется. Получили то, что хотели. Теперь будут дальше осуществлять свои планы. Это вот касается, в принципе, ВСУ, потому что они находятся в городе. Почему им удалось содержать победу? Перед ними стоял выбор, как действовать. И, судя по всему, ими руководствовался, особенно, даже, может быть, не самим солдатом ВСУ, а руководством, очень большой страх. Паника и страх. Поэтому они людей гнали на то, чтобы получить определенный результат, который нужен для самоуспокоения. Что мы можем и себя успокоить, ну и, соответственно, хозяев в Америке. Что мы можем побеждать, и мы вот придем к тому, что обещали. Давайте нам оружие и так далее. Конечно, оружие им дадут, но придет оно не все, что обещали, и не сразу. Это, во-первых, со вступлением в НАТО получился, конечно, у Зеленского большой казус, когда он подписывал на видео заявление о приеме в НАТО, а НАТО ему сказала, а фиг вам, сударь. А вот мы с Россией воевать напрямую не собираемся. Мы вам оружие поставим, а вы воюйте до последнего украинца. А мы будем вам оружие поставлять. То есть, в принципе, здесь вот этот. Вот этот вот панический страх. То есть, было очень серьезное давление, видимо, на командование свое. Что как хотите, но вы должны это сделать любыми силами, любыми способами добиться вот успеха. Но этот успех такой относительный. Давайте посмотрим, какие будут иметь последствия для ВСУ вот эта вот победа в районе Лимана. Это, конечно, будет тешить очень серьезно самолюбие и эго руководства украинского командования того же Залужного, того же Зеленского. То есть, сейчас Зеленский хочет переиграть Залужного. Залужный регулярно говорил, что нам нужно отступить, а Зеленский нет, нет. И вот, значит, теперь вроде как идут вперед, побеждают. Вот я тебе, типа, утер нос. Но эта ситуация может быть очень такой двойственной. Она может при слишком большом эго человека просто сжечь. Но это заодно и стимул все-таки для военнослужащих, что, да, мы можем побеждать русских и можем идти вперед. Поэтому будут новые планы, новые идеи. Но это очень дорогая цена победы. очень дорогая. После вот этого очень большого победы, очень дорогой, прямо не то, что там дорогой, а дорогущей, одной из самых дорогих побед, все начнется сначала. армия ВСУ вернется на прежний уровень. Пока я не говорю о том, что они вернутся на прежние позиции, да, их туда нужно будет отодвигать. Но они вернутся по своему состоянию на прежний уровень. слишком много потерь в живой силе и слишком много потерь в технике. Технику поставят. Это понятно. Может быть, не сразу, не так быстро, как хотелось бы, а вот живую силу гораздо сложнее. Потому что даже те же иностранные наемники, тоже они, и их количество не бесконечно. Чем эта победа ВСУ для российской армии, для России обернется последствиями? Ситуация будет сначала весьма неоднозначная. То есть вот это вот ощущение жертвы нас подставили, нас обманули, нам не помогли. Вот. Оно будет какое-то время, конечно, висеть в воздухе. Но на эту ситуацию нужно еще и с другой стороны посмотреть. То есть в любой, как говорится, в любой медали всегда есть две стороны. Либо ты на ситуацию смотришь и находишь положительные какие-то делаешь выводы, из этой ситуации. Либо ты остаешься до конца в этом состоянии жертвы. Во всяком случае, на данный момент у российской армии будет устойчивое положение на вот этих территориях, куда они отошли. Вот. Из этого положения можно спокойно все обдумать, спокойно все взвесить, сделать выводы, пополнить ресурсы, которых на данный момент не хватает. И тут даже, видите, снег. То есть людям нужно даже уже теплая одежда. Они не могут там воевать в легкой форме своей. То есть, значит, нужно срочно восполнять какой-то резерв и в живой силе и, соответственно, в технике. Составлять новые планы и не давать себя обмануть. Потому что во всем этом есть определенный какой-то обман. О чем это семерка мечей нам говорит? Ну, то есть эта карта говорит об обмании и краже, но в данной ситуации о чем? Был план, план осуществили, ждали результата. Слишком, видимо, долго ждали, либо не смогли защитить свои достижения. Было направление было все сделано правильно, но чего-то не хватило. А чего же не хватило? А не хватило помощи и поддержки. Как будут развиваться события дальше для российской армии на этом направлении? Нужно очень глубоко изучить эту ситуацию, потому что ситуация повторяется, значит, значит, где-то что-то не так. И это уже не то, что там ВСО организовало, не то, что там чего-то не хватает. Есть более глубокая причина этой сложившейся ситуации. И в этом нужно разбираться. Кто будет разбираться? Ну, конечно, это не мы с вами, мы можем на диване только думать и что-то предполагать, как говорится, а наверху будут располагать. Это, конечно, нужно разбираться людям, профессионалам в этом во всем деле. Кадыров уже свое определенное заявление сделал. Очень много из того, что мы хотели достичь, того, что мы хотели, было такой иллюзорной мечтой. она не была настолько подготовлена. Нужно много ресурсов, много сил, и в принципе сейчас они появляются на фронте, и вот этот негативный период подходит к концу. Ситуация начинает меняться. Нужно находить выход из этой ситуации тупиковой, и он будет найден. будет достаточно ресурсов, то есть высшие силы это дадут. А для чего высшие силы вообще допустили вот эту ситуацию? да, это здесь, знаете, как, причина в том, что высшие силы, во-первых, борьба между, идет на другом уровне, они, то есть боевые действия идут на другом уровне между Украиной и Россией. Насколько в России сплоченные? Ну, надеюсь, реально силы сплоченные могут противостоять, но пока они этого не выдают. то есть, то есть, наконец, надо российским ведьмам понять, что мальчики, девочки, ведьмакам, что пора бы понять ситуацию, реально понять ситуацию, не надумывать себе там, не пойми чего, нейтралитет и так далее. Нет нейтралитета. Стает вопрос о существовании страны. И это настоящие люди, которые видящие, чувствующие, должны это понимать. И пора всем уже каким-то образом начинать работать в одном направлении, а не только на свой карман. Значит, пришла пора действовать, искать людей, искать силы. То есть, это, оказывается, настолько все взаимосвязано получается, что просто вся энергия боевых всех сил, вот, нужны новые планы, новые идеи, новые действия. Вот эта вся сила сейчас настолько скручена в этот один тугой комок, что разобраться очень сложно. А очень многое тянет в одну сторону, как лебедь, рак и щука, да, кто куда. У многих мозги затуманены, не только у простых людей, но и непростых людей. Они не видят, куда нужно идти, что вообще происходит, и даже не стараются об этом задумываться. Я уже в одном из видео говорила о том, что, да, нужно стремиться к светлому, к прекрасному и так далее. Но мы тогда улетаем в облака. А кто решать-то этот вопрос будет? Спуститесь и займитесь нормальной работой. Поддержать своих ребят, которые защищают ваши дома. Иначе вам просто пригодятся крылышки, только залететь уже совсем туда наверх. Что дальше? Это уже территория России. Что дальше? Какой будет ответ России на вот эту ситуацию? Да, нужно спуститься на землю. Нужно спуститься на землю и использовать все ресурсы, которые возможны. Все абсолютно поднимать. И вот эту ситуацию все разворачивать. Собирать все ресурсы. Просить у высших сил защиты. И как бы тяжело не было, начинать действовать. Да, мы взвалили довольно-таки тяжелый груз и ответственность на свои плечи. Ну так и чего? Нужно успокоиться, всем абсолютно успокоиться. Как бы эта ситуация страшная не была. Вот это вот, знаете, очень похоже на шаманскую болезнь. Что это такое? Это когда человек чувствует, что вроде у него есть способности. Особенно если были способности в роду у кого-то. Да, видит вещи сны, что-то чувствует. То есть импатт такой. Люди от него не хотят отходить. Легко входит в контакты. Чувствует людей. Понимает. Понимает ситуацию. Но не принимает это. Ну да, вроде есть. Но это же есть у всех. То есть он не принимает эту ситуацию. В результате начинаются проблемы. Начинают учить и толкать. Начинают наконец использовать свои внутренние ресурсы. И вот эта вот ситуация вполне возможна, что одна из причин, чтобы наконец запустить энергетику магии. Энергетику магии запустить. Чтобы люди начали использовать свою... Причем все люди. У всех есть способности. Чуйки у всех есть. Когда зажимают особенно, да. А вот. Чтобы люди начали чувствовать. Вот появилась вот эта связь с природой. Появилась вот эта связь с высшими силами. Не только верить, да. Но еще и понимать, что это все есть. Это все работает. Сейчас меня, конечно, православные и мусульмане и так далее начнут гнобить. Но, ребята, без этого никак. Никак. И вот высшие силы нас призывают действовать. Каждый на своем участке. Каждый со своими способностями. И тогда этот период подойдет к концу. Он уже подходит к концу. Впереди изменения. Но чтобы это все изменилось, должны все думать в позитиве. Для наших ребят. Только в позитиве. Не ругать, не ничего. Говорит, ребята, да, все возможно. Вспомните Отечественную войну. Сколько отступали. До Москвы дошли. Но здесь нам отступать некуда. Только нужно идти вперед. И решать поставленные задачи. Но у каждой проблемы, у каждого проигрыша есть имя. Ну, Кадыров, например, одно имя назвал. Я не говорю, что этот человек виноват. Нет, ни в коем случае. Я не утверждаю. Но разбираться нужно. Вот. То есть, собрав все ресурсы, неся свой вот этот груз, спокойно, уверенно, с достоинством, начинать действовать. И тогда все закончится, и мы отправимся дальше вперед. Как бы ни было страшно, как бы ни было тяжело, нужно идти вперед. Пройти через вот эти все, знаете, как вот процесс инициации, посвящения. Пройти надо вот через это все, через страхи, найти свой внутренний свет, свой внутренний стержень, на который вот нас держат. наш внутренний мир, он держится на определенном стержне. Вот. Душевный наш свет вот этот включить, наконец. Отойти вот от этого мира потребительства, когда нам было хорошо, и мы не хотим попу отрывать от теплого дивана. Начать идти вперед. Через вот эти все страхи, и мы пройдем. И вы не представляете, когда проходишь вот этот этап инициации, насколько мир становится более ярким, и ты замечаешь столько мелочей, что даже голова поначалу кружится, начинает. Вот такой расклад получился про вот эти события в районе Лимана. Желаю вам всем мирного неба над головой, чтобы наконец все пошло опять вспять, потому что для ВСУ начинается, они будут сейчас возвращаться к самому началу, когда они сами ничего не могли, потому что помощи особой не будет ни в живой силе, ни в технике, ни в вооружении. Да, что-то будет поставляться, но это не в том количестве, чтобы суметь видеть. И вот эта победа Зеленскому нужна была очень сильно, но правда он за нее очень дорого заплатил, положив огромное количество людей. Но в всяком случае, так карта показывает, что там очень много, очень дорого заплачено за эту победу. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч.